Уйди! У-у-у, как! Вот вылетела! Вот она как! Глянула на часы, оказывается, что припоздало маленько, долго разговаривали. Ну, с Богом! Всё, за руль и пошла. Сейчас, маленечко, назад сдастся. Теперь вперёд, на полном ходу. Всё, ушла. О, сегодня суббота. Пошёл Володя помыться. Города своего-то у нас нету. Провожаю. Только что записи сделали. Попросила тут Наталья Чернова. Вот, с одного глазка на другое провожаю. Выйти на улицу. Три поклона. Вот усыновили это, и так приятно. В сумочке взял с собой сегодня нам хлеб. За неделю напекли. Щуйкина Нианила Алексеевна. Это брат Владимир Пащенко. Храни его, Господи, благослови. Тут Володя пришёл, Пенкин. Ну, как двоюродный дедушка Гликерии. И Надежда Васильевна, видно, попросила его или как. Вот эта машина к нему подошла. Отвезти мусор, там что-то пошёл к мусорному ящику. Любит монастыри, открытки собирать, храмы фотографировать. Хороший проспорник был. Просто фотограф, как мог он. С матерью жил. И мать тоже была Лукерия Гликерия, его мать. Ну, и эту назвали так. Внучка Поросковья, а они назвали её не Поросковья, а Карина. Ему это не нравилось, конечно. Благослови его, Господи. Труженик. Что у меня за углём? Угля набрать надо. Так вот всё видим. Ну, Володя уже воду у Надежды Васильевны носит. Попросила видать его. Большие бёдра. Всё делает по инструкции правильно. Закрыто. Вчера я гляжу, тут проникли как-то собаки. Три-четыре, да большие. Ну, побегали, всё. Вот всё, если бы я здесь не смотрел, то не видел бы. Ну, я увидал это дело. Пошёл, нашёл дыру, где в ограде там доску вырвало. И там просунул шиферину. Вот и всё. Это не игрушечное, что наблюдают. Это просто в частном доме необходимо, если ты сам не хочешь выйти. А на той стороне у меня окна нету. Вот он, Владимир Иванович Пенкин. Он меня удивил. Говорит, у него дядя есть генерал вроде бы в Москве. Извать его Игнатий Тихонович. Вот уж не думал я. Конечно, фамилия там другая. Может быть Пенкин. Он должен зайти сейчас и дверь закрыть сначала. А потом ту открыть, чтобы кошка не выскочила. Сделать ли он так? А сейчас посмотрим. Так, бёдра поставил. Не закрывает. А не закрывает, это значит дверь открыта. А теперь там открывать будет. Закрыл. Всё. Сегодня это у нас восемнадцатый. из богослужения раздержается. Все уже уехали. Сёстры за рулём сидят. Вот так. Поехали. Ещё ты закрыла у меня. Ну-ка, выходи. Уходи. Вот это Любовь Николаевна пошла. Вот одна только молится, семикратная молитва. Вот тебя и возьми. А сколько лет проработала в милиции врач? Врач в органах МВД. Это выходит прямо из храма. Здесь. Что-то приближается. Вот так. Это машина тоже. Это я попутно посмотреть. Интересно. Бабушек сейчас забирает. Всех поразвозит. Братья машину. Они ей пользуются. Правильно. Пошли открывать. Всё, пока. Всё, пока. Всё, пока. Благослови их, Господи, всех. Благослови, Господи, всех. Сегодня 12 ноября. На улицу еще не выходил, но показать можно. Крупные какие снежинки падают. И вот где там ветер, вот здесь видно. Что сильно дует, видите, фигурок, но с той стороны, где не колышет кусты. Вот у меня тут куст стоит, он как метеосводку дает, если колышется. Специально не убирая, попросил не трогать, мне видно, что ветер с этой стороны нет, ветер, тишина. Ветер, значит, с другой стороны его не касается. А вот здесь очень заметно приходит в дом. Ну, в темное время. Еще 4 часа 40 минут мы встаем в это время. В воскресенье сегодня. Выезжают машины. Так, Николай, бегай. Все-то еще забыто. Там, подожди-ка. Большая машина, вон она пошла. Одна набила всех бабушек развозят. А сегодня холодно, многих не было. 27 градусов мороза, воскресенье сегодня, а 11-е. Ну, слава Богу. Пошли, Севастьян, наверное, поехал. Многих бабушек ебал, а то и везти-то особенно некому. О, закрывает. Это, значит, кто-то остался еще. Это прямо выходит. Это Володя, похоже, идет. Все на этом. Володя тут приходит нашим к дверям. Не знаю. Так, вот он подъехал. Сейчас ты пошел, да? Да. Включи там свет. Я тебя провожу. Давай с молитвой. О, тоже проснулся. Тебя провожают, пришел. Смотри его, не жвакни в дверях. А то жамкнешь и все. Боже, милостью, будь мне грешен. Создал мне, Господи, помилуй меня. Бесчиславец ты грешил, Господи. Прости меня, грешеный, помилуй. Давай с Богом, чтобы труд был твой полезный, безопасный. Свет выключи тогда, я тебя пошел отсюда снимать. Давай. Так. Володя вышел. Вот он пошел на работу, побежал. На улице сегодня 27 градусов мороза. Подвели. О, рукой помахал мне. Благослови его, Господи. Вот. А теперь там Игорь Дебунов. Жену отвез здесь. Она работает в музее истории искусства. Там бывший краевой суд, где меня судили, отправили по этапу. Она сейчас там находится. Дело производитель, как секретарь. А там машина красная подъехала, мусор собирать. И застряла, нету. Вот он поехал. Все на этом. Вот. Вечером отмолились о субботу сегодня. Девчонки ворота отпирают. Это Анфиса с Елисаветой. Надежда Васильевна пришла домой. Я тоже только-только пришел. Вот она, кладет Палкухов, показал. Молодец такая. Послушная. Я говорю, что бабушек не упускать. Пусть они ночуют. А то утром опять тут ехать им надо. Вот так. Снежок маленько идет. А тут у меня куст стоит фенологический. Если он шевелится, ветер, значит, я знаю. Какая погода. Вот так. Вот видно, что выходит шевеляться. Надо свет выключить. У вас свет зря горит. Свет горит у меня. Да, вот тут. Так, нету? Да, все нету. Вот машина подъехала какая. Там, наверное, не видно. Ему надо развернуться, наверное. Это мусор подсобирает. Все собирает. Вот так. Называется наружное наблюдение. Там мороз, а в комнате сидишь и все видишь. Ну, далеко, не очень ясно. Когда леса человека не разберешь. Вот Немцова убили, хотя и снятое, а еще не разобрали. Он больше не может. Нету, все. Утром, воскресенье, 18 ноября. Там Володя убирает снег. Вот приходят люди. Все поприветствовались. Снежок идет. Снежок идет. Сейчас 25 минут восьмого. Пора идти. Вот она. Расплывши-то, ну, видно, что что-то есть. Вот так вот. Прождесят. Продолжение следует. Продолжение следует...